Всем привет, в эфире канал Тичбикей, да, Тичбикей миграции, миграция Тичбикей И меня зовут Илья Кселёв, кто не знает, мой дорогой товарищ и друг Андрей Бурцев, всем привет Да, и у нас в студии также находится Алекс Товарян Приветствую, ребята, приветствую всех, кто нас смотрит Да, это миграционная доказательства Соединенных Штатов Америки И мы хотели бы, наверное, поговорить о том, что то, что сейчас везде происходит на всех каналах То, что мы говорили ранее, месяц, два, три назад, когда все хайповали и говорили, что CBP1 закроется Что границы все закроют, что надо бежать койотами, дырками, проходами, самолетами и подводными лодками Не упустить последний шанс Да, чтобы, не дай бог, там ничего не пропустить И до Одесса, пересеките границу, как только возможно, за любые деньги Мы говорили, ребята, не надо этого делать, расслабьтесь, все будет хорошо CBP1 никуда не денется Собственно, так и получилось, да Единственное, что сейчас вышли новые обновления и новые вещи, которые, наоборот, говорят о том, что Ребята поработали над своими ошибками и поняли, как это сделать для того, чтобы все максимально открыто проходили границу И даже те, кто этого раньше делать не мог, они это делать смогли Ну, а об этом более подробно и со всеми развернутыми ответами на вопросы расскажет нам Алекс Таварян Который говорит прямо вот практически с прямого документа, который был подписан, да, службой CBP Да, значит, 5 мая был выпущен документ на официальной странице, разумеется, пограничных служб CBP, да И да, абсолютно верно, и мы об этом говорили, и все ожидали, что же будет происходить с программой CBP Беря внимание то, что количество людей, пребывающих сейчас, конечно, возрастет в разы И как ты сказал правильно Илья, мы были правы в наших прогнозах, CBP One не просто осталась на месте, но и она улучшилась, и мы об этом тоже прогнозировали и сбылось Оно улучшилось, потому что они прекрасно понимают, что проблемы были очень разного характера Но, в принципе, все разного характера, но все сводилось к одному и тому же Что по тем или иным причинам, начиная от банального отсутствия интернета или плохого интернета Либо заканчивая непосредственно тем, как изначально была сформатирована данная программа Люди сидели, как мы все знаем, да, жаловались, что они не могли, так сказать, поймать дату Да, эта фраза поймать дату достаточно известная на устах Вот, но сегодня будем надеяться, что то, что предлагает CBP, это, разумеется, улучшит всю эту систему В частности, самая основная задача, которая стоит перед CBP, и это, конечно, хорошо Заключается в том, что они прямо так и пишут в данном документе, что одна из основных причин, почему они это делают Потому что они прекрасно понимают, что то, как работала программа до этого Она вынуждала людей обращаться к всяким левым людям, так называемым смагглером, да, которые на этом зарабатывали деньги Людей обманывали и так далее, и так далее То есть сегодня они хотят сделать это наиболее, еще более прозрачно, еще более доступно В частности, значит, данное мероприятие произойдет 10 мая, когда непосредственно вступит в силу уже новая обновленная программа CBP И тут несколько важных аспектов Значит, в отличие от того, о чем я сейчас говорил Когда раньше люди сидели и просто иногда вставали, или когда у них была возможность, открывали свои телефоны и пытались поймать дату Сейчас они, CBP пишет, что это будет немножко по-другому Во-первых, они говорят о том, что данную дату можно будет ловить практически целый день В течение 23 часов, они говорят о том, что этот процесс будет намного проще И сам процесс нахождения даты будет намного проще Увеличивается количество людей, которых будут принимать в день Насколько я вижу здесь, это они пишут о тысяче человек в день Начиная с 12 мая будет пропускать примерно тысяча человек в день И процедура будет, по крайней мере, из того, что здесь написано Процедура будет проходить следующим образом Как они пишут, что не будет проблем поймать дату Единственное, по той или иной причине они включили дополнительный этап Когда эта дата будет найдена человеком, он будет помечать, разумеется, в своем телефоне И потом ему нужно будет еще подтвердить данную дату Также еще они говорят о том, что, опять-таки, дабы нарушить и, вернее, полностью искоренить то, что делали койоты Когда они выхватывали эти даты и потом людям продавали их Они сказали, что на сегодняшний день, разумеется, все будет идти в порядке нормальной очереди То есть они будут отдавать приоритет тем людям, которые раньше взяли дату И эта дата будет предоставляться человеку И человеку, разумеется, будет дана возможность быть на границе раньше, чем человеку, который получил дату позже Но я думаю, что здесь, в принципе, достаточно все прозрачно и ясно Еще один момент, который они осветили, говорит о том, что, возвращаясь к тому, что явно им тоже стало известно Очень многие люди жаловались на то, что они находились, например, в Тихуане или в какой-то другой точке Мексики И у них не было возможности иметь доступ к нормальному интернету И они понимали, что из-за отсутствия нормального интернета Те телефоны, которые у них были на руках, препятствовали этому, чтобы они могли получить дату И вот здесь они говорят о том, что и здесь будут определенные новоизменения и улучшения данной системы Потому что они говорят о том, что неважно, какая у тебя связь будет с интернетом Там, где ты находишься, той территории Мексики, где ты находишься Они отрегулируют это таким образом, что любой человек, неважно, у кого-то посильнее, у кого-то послабее интернет Будет иметь абсолютно такие же возможности получить дату и держать связь с CBP И прийти на границу, когда будет такая дата им предоставлена Мест, где будет происходить на сегодняшний день, получается, это Бронзвелл, Пасадельнорта, это Вальпасо Игл Пас, Хидалга, потом Лоредо в Техасе, Калексико, это в наших краях, это Тихуана Сан-Исидро, это Тихуана и Нагалес, это в Аризоне Вот, собственно, те места, здесь, я так понимаю, никаких изменений не произошло Те же места, которые были до этого одобрены, они также останутся функциональными Спасибо, Алекс, и вопрос, пока ты как раз говорила по поводу изменений По поводу того, где ловить дату, есть изменения в CBP-1 Но изменений по радиусу покрытия не ожидается То есть как было ограничение о том, что приходить ближе к границе, чтобы не из России ловили дату Не из Канкуна ловили дату, а чтобы было ближе к границе, это все остается, как было раньше Все остается, да, то есть здесь об этом они пишут, что это не изменилось Люди, которые ищут дату, они также должны быть физически, должны быть на момент поиска даты Они должны присутствовать в центральной или в северной части Мексики Для того, чтобы запросить и для того, чтобы их назначили на непосредственно визит на границу Ну, наименьшее количество ошибок появляется как раз в Тихуане, да, кто максимально близко к границе Вот, по крайней мере, по нашей статистике Потому что в Канкуне поймать практически невозможно В Мехико работает, но появляется много ошибок Ну, а те, кто находятся как можно ближе к границе, там ошибок практически нет Ну, да, видишь, они же поэтому пишут, что центральная либо северная Мексика То есть Канкун, я так понимаю, это южнее точка Да Да, все понятно, почему так Мне тут буквально на днях подписчики писали, что они ловили уже не через телефон, а через ноутбуки То есть они брали какие-то топовые ноутбуки, потому что не хватало производительности Но надеюсь, теперь это будет канет в лето, как говорится Забудут про тысячу телефонов, как у мартышки очки Перестанут пользоваться ноутбуками, возьмут уже обычный телефон Иначе нормально запишутся всей семьей Да, но нужно сказать о том, что данное приложение направлено на то, чтобы все проходили легально Да, и эра захода через дырки и койота, она заканчивается окончательно Потому что уже сейчас в том же самом Техасе выставлены войска Да, там больше полутора тысяч человек находятся И они имеют право стрелять, и нужно об этом помнить Да, и там ребятки настроены очень категорически к тому, чтобы не пересекали через реку Колорадо и прочее Поэтому, ребят, будьте очень внимательны и не поддавайте ни на какие провокации Потому что мне до сих пор приходят в личку люди Особенно граждане Таджикистана, Узбекистана и часть СНГ Которые говорят о том, что, а можно я пройду пешком или пешком, или я пойду пешком и так далее Это сделать сейчас запрещено Мало того, что вы рискуете в дальнейшем просто быть выдворены под бан И никакого там кейса рассмотрения не будет, будет прямая депортация Так еще вы можете быть застреленными, просто пересекая эту границу Поэтому, вот чтобы не было трагизма, да, и трагедии, которые мы потом будем освещать Вот чтобы этого не было, не пользуйтесь вот этими видами перехода Только приложение CBP Ну и потом, да, как ты сказал, еще не забывайте одну важную вещь Что здесь не только вопрос безопасности Но если вы приезжаете в эту страну, простите политического объявления Из того, что мы читаем, власти настроены достаточно жестко по отношению к такой, так называемой, нелегальной миграции Которая, этот термин просвечивается во всех источниках И не забывайте еще один момент, что тут вопрос не только в том, что пересекли или не пересекли Тут еще вопрос в том, что потом, когда вы придете в иммиграционный суд У вас будут достаточно серьезные осложнения получить статус В частности, мы уже об этом говорили, да, что включается проезд через третью страну И уже является как для вас ограничителем И вполне возможно, что вы не сможете претендовать на статус политического убежища Вы можете претендовать на другие статусы, но они не настолько хороши, как данный статус Поэтому, да, регистрируйтесь, все предоставляется, все в работе Но здесь все складывается к тому, что как раз по повышенному вниманию То есть мы же говорили про то, что ожидается интервью на страх И те люди, которые хоть как-то пытаются там обойти систему Я думаю, что и так повышенное внимание будет к переходящим А те еще, кто будет лезть через обходные пути Это будет вдвойне, втройне печальный Да, и нужно понимать, что на сегодняшний день граница не закрывается А, как мы говорили, открывается Граница сейчас максимально становится прозрачной И исключая все вот эти криминальные каютовские схемы Что это огромный плюс для иммигрантов Далее, те люди, имеющие настоящий кейс у себя в наличии Они ничего не теряют, они только приобретают Потому что у них будет интервью на страх Да, который в свою очередь будет позволять как можно быстрее определиться со статусом С пониманием, есть у вас кейс или нет Вам будут там ставить положительные эти варианты Да, и в дальнейшем это будет огромным плюсом у вас на суде Правильно, Алекс? Абсолютно да И еще я хотел просто сейчас об этом подумал Мне кажется, мы как-то никогда об этом не говорили Хотя многим это известная история Мне это известная история Потому что сейчас со мной консультировалось несколько людей И стоит об этом помнить и сказать Ребята, помимо того, что мы сейчас говорим об этих вещах непосредственно приграничных Еще один момент Вы должны помнить, что все равно Тихуана Это место достаточно Любое место в Мексике По крайней мере, через которое проходят иммигранты Это достаточно опасные места И не делайте таких самых элементарных банальных ошибок Во-первых, старайтесь передвигаться группами И не носите на себе деньги Потому что бывают случаи Мне люди звонят И очень банально Зачем этот человек мог нести несколько тысяч долларов в своем кармане Гуляя по городу Его остановил полицейский, понимаешь А полицейские уже у них глаз наметан Ребят, будьте аккуратны Глаза наметаны Они уже видят, что европеец Они прекрасно понимают, что если это из России Ну, как бы с нашего континента То у людей деньги есть И доходят сюда до того, что под дулом пистолета Людей обыскивают А когда находят, разумеется, забирают И говорят, иди дальше, гуляй Поэтому вот такие элементарные правила Тоже думайте Группируйтесь как-то так Чтобы не ставить себя в опасность Да Был эфир по поводу этой темы Как раз там человека поймали И у них даже Плоть до того, что их украли То есть их отвезли в капитализированный лагерь Да, да, там можно книжку написать Если всех этих людей собрать Какие-то дикие истории происходят Еще очень важный момент Заключается он в следующем Что, ребята, не ведитесь Я знаю, что в группе Кибана Еще где-то там постоянно пиаривалось Что это можно делать И мы говорили, что это категорически нельзя делать И уже серьезное количество людей Вбахались в эту проблему И, кстати, мне пишут в личку И у нас в группе писали А что надо теперь делать Это запись в CBP One Огромной толпой в один аккаунт Это когда 5-6 человек Радостно через один телефон Через один аккаунт Добавляют себя как члены семьи И потом радостно проходят И потом думают А что с этим делать Потому что выпускается 862 форма Выпускаются все формы Где вы являетесь в составе семьи А вы друг другу незнакомые люди абсолютно И как вы будете разрулить эту проблему Я вообще не понимаю Насколько я понимаю Это вообще капитальная проблема Это обман системы И потом надо будет приходить В эту систему И говорить Что, ребята, а мы не одна семья Мы вообще незнакомые люди Кстати, Алекс А как в таком случае Вот, допустим Какой человек несет ответственность Вот он обманул систему Они пятером пришли По одному аккаунту И по форму Они члены семьи Но они ими не являются Не, ну Я, да Я часто такое первый раз слышу Но давайте подумаем Как бы Что произойдет Ты правильно говоришь Разумеется Людям могут выдать Людям могут реально выдать Одинаковые 862 формы В частности В частности Дата, которая будет написана Внизу формы Будет у них совпадать Все эти люди Все эти люди Один день явятся Явятся в суд И если вопрос Вопрос такой возникнет Как бы А вы Ну как бы Вы семья Не семья И так далее Тогда людям нужно будет Людям нужно будет объяснять Что они не семья Что мы так регистрировались Я так думаю Ну это будет Фактически обман системы Правильно? То есть это очень большой негатив Потому что а как кейсы разбирать Если у всех кейсы разные А они в одном файле сидят Ну это не то что Как бы да Это не то что CBP просит Изначально Правильно? Они четко написали правила Не то что мы сегодня читали А если посмотреть Первую самую памятку От CBP Да Они четко писали Что как бы Одна семья заполняет Как бы Одна семья заполняет Добавляет родственников Да вы должны быть Другу иметь Другу отношения Конечно Нельзя взять 20 человек табун Записать в одно и то же Это конечно не то что они Просят Это неправильно Для Виктории Она третий раз задает вопрос И во время того Когда она сдавала И после того Когда она сдала Мы говорили Что интервью на страх вводится То есть И скорее всего Большинство людей Которые будут приходить Будет И поэтому То есть мы уже несколько раз Про это проговорили Видимо Может не слышит нас Виктория Ожидается Нужно понимать Насколько это будет На практике Не знает сейчас никто Да абсолютно никто Может сколько угодно Гадать на кофейной гуще Но как это будет Каждому Или через одного Или только холостякам А семейным не будет Неизвестно Но известно то Что планируется Да и будет вводиться Как это будет вводиться Мы будем смотреть уже В течение там Двух-трех недель И уже оценивать Анализировать ситуацию Вот и все И мы обязательно Выпустим ролик По интервью на страх Да и как это будет Производиться И что на нем На этом интервью на страх Будет и так далее Поэтому следите за каналом И обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Обязательно следите за тем Что мы выпускаем Потому что Как правило Как показывает практика На 99,9% Все то Что мы говорим На канале Тичбеке Оно сбывается В дальнейшем С огромной Процентной вероятностью Да и все те Кто смотрел нас ранее Они не вляпались В эти проблемы Которые сейчас озвучили Да Они шли спокойно Они готовились И все спокойно прошли Получили дату Сейчас будут судиться И у них все для этого готово Им что интервью на страх Что нет интервью на страх Им все равно Поэтому Следите за нашими обновлениями Но самое главное Это то Что не поддаваться панике Которые сели передо границей Те кто говорят Бегите скорее Пока у вас есть деньги И заплатите нам Мы вас же проведем Надо все таки С холодной головой С логикой хорошей Да То есть Сопоставлять Начало и конец своего пути И двигаться Думать свои головы Как мы обычно говорим Это паника была Но мы же об этом В прошлой передаче говорили Что ничего Ничего не идет В худшем направлении Все идет в лучшем направлении Потому что сам факт того Что отменяется Тайтл 42 Хуже не может быть Потому что Тогда все было закрыто Можно закруглять наш эфир Я думаю что Информативно Понятно И подписывайтесь на наш канал Спасибо всем Да Всем спасибо Алексея Таварина Огромное спасибо Ну и Обязательно еще раз Подписывайтесь Ставьте лайки Это очень важно И мы всегда Выпускаем информацию Чуть позже Чем все остальные Потому что мы ее Перепроверяем По 10 раз И чтобы не выдать вам Какой-то нелепый материал Который я сейчас Кстати говоря Очень много вижу В других телеграм-каналах Поэтому всем спасибо Всем пока Алексея Таварина Огромное спасибо До новых встреч Давайте Всем удачи До свидания Пока-пока Счастливо